Около часа назад в Москве на Красной площади завершилась генеральная репетиция парада в честь победы в Великой Отечественной. Все прошло точь-в-точь, как будет 9 мая. Торжественно и волнительно. Сперва на брусчатке выстрелились пешие расчеты. После боя курантов на Спасской башне рота почетного караула вынесла легендарное красное знамя победы и государственный флаг России. И вот колонны начинают марш. По залитой солнцем площади прошли офицеры и солдаты различных соединений, курсанты военных учебных заведений, суборовских училищ, нахимовского. Дебютанты парада, сводный расчет женщин-военнослужащих, подразделения не так давно созданных ВКС и Нацгвардии России. В общей сложности 10 тысяч человек. Они тренировались и днями, и ночами, в любую погоду. Затем наступила очередь техники и вооружения. Более 130 единиц, перспективные образцы и уже хорошо зарекомендовавшие себя в полевых условиях. И, наконец, воздушная часть парада. 71 самолет и вертолет по числу лет, прошедших с момента окончания войны. Задействованы были и резервные воздушные суда, которые в День Победы готовы будут подстраховать основные экипажи. Летела авиация с разных аэродромов, в части из подмосковной Кубинки. Как готовились этим утром ко взлету, увидел наш корреспондент Иван Прозоров. С точностью до нескольких секунд звено Су-27 уходит в небо. Легендарная пилотажная группа «Русские Витязи» взлетает с подмосковной авиабазы, чтобы отрепетировать сегодня в небе. Заминитую пилотажную фигуру «Кубинский бриллиант» вместе с пилотажной группой «Стрижи» на МиГ-29. Четким строем над Москвой пролетит 71 воздушная машина. Среди них новейшие истребители поколения 4++ Су-35. Эти машины впервые показали себя во время боевой операции в Сирии. Они до сих пор несут боевое дежурство на авиабазе «Хмимим» в Латакии. Сопровождают вылеты наших бомбардировщиков, которые остались там. Настоящими звездами воздушной части парада станут самолеты, которые отличились во время сирийской операции. Фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители Су-30, штурмовики Су-25. Также в небе в день празднования появится стратегическая авиация. Но и зрители увидят новинку. Транспортный самолет Ил-76МД-90А, который уже поступает на вооружение Воздушно-Космических сил России. Также зрители увидят современные российские ударные вертолеты, которые уже состоят на вооружении наших Воздушно-Космических войск. Это вот этот вертолет Ми-28 «Ночной охотник», а также К-52 «Аллигатор». Ну а возглавить звено большой военно-транспортный МиГ-26. В небе все машины пролетят с интервалом в 20 секунд, крылом к крылу. Поэтому уже на генеральной репетиции парада все должно пройти идеально. Ведь взлетают самолеты и вертолеты не только из Кубинки. Всего задействованы 12 аэродромов в разных регионах России. Вклиниваться в парадный строй они будут на подлетах к Москве, в районе Ленинградского шоссе. Ну а сейчас на авиабазу в Кубинку уже возвращаются самолеты пилотажной группы вертолеты. Совсем скоро здесь начнется один из финальных разборов полетов. Последние инструкции для пилотов, чтобы 9 мая в небе над Москвой все прошло, как по нотам. Иван Прозоров, Марина Светлая, Дмитрий Кочурин, Алисей Бахвалов. Первый канал. Военная техника на этот раз ехала не с Ходынского поля, как в предыдущие годы, а из Нижних Мневников, где для нее обустроили специальный временный парк. И у вас есть возможность увидеть то, что обычно остается за кадром. Нашей съемочной группе сегодня позволили проделать путь до центра Москвы внутри одной из боевых машин. Репортаж Тимура Сиразеева. Одно лишь колесо размером практически с человеческий рост. Неудивительно, что на параде все внимание вот таким вот большим участникам. А на относительно маленькие машины, такие как эта, безбашенные в прямом смысле этого слова, внимание обращают не все. Напрасно. К примеру, это БТР нового поколения. В десантных войсках его очень ждали. Сегодня мы решили проехаться именно на этом БТРе. Он называется «Ракушка». Возможно, потому что люк десантники открывают ударом ноги. Раньше была обычная ручка, но она могла ломаться. К тому же во время боя у десантника руки заняты. Мы внутри. Ждем начало движения колонны. Колонна в движении. Скорость 15 геметров в час. И у вас с вами есть возможность разглядеть подробности в этот БТР. Обратите внимание, сколько здесь места. Тот, кто ездил на предыдущих моделях БТРов, БМД знает, что обычно сидеть неудобно, тесно. Здесь все совсем по-другому. Есть место для 14 десантников. Сами сидения мягкие. Это важно, особенно при длительных марш-бросках. В случае необходимости сидение складывается и упирается. И здесь есть место для боеприпасов. Для того, чтобы опасать насилие с раненым. Рядом со мной войница. Эта металлическая часть упирается. Сюда вставляется в автомат. И десантник может вести прицельную стрельбу. Он смотрит, что происходит снаружи. Вот через это окно оно устроено по принципу перископа. Еще одна важная деталь. В ракушке всегда свежий воздух. Когда люки затраены, здесь действует система очистки воздуха. И, конечно, десантники лучше меня знают о достоинствах этой машины. Какие главные преимущества ракушки? Только функциональные. Уместимость большая, а место много. Вы уже тренируетесь давно. Тем не менее, волнуетесь? Да, есть такое. Скажите, когда вы на Красной площади или на репетициях во время парада, вот о чем вы думаете? Ну, о том, как вы в конске приветствовали отдать. Ровно, чтобы все было. Спасибо. Спасибо, удачи вам и сегодня, 9 мая. И, конечно, самое интересное, там впереди вот это место механика водителя. Управлять ракушкой намного проще, чем предыдущими моделями БТР. Две педали, газ и тормоз, коробка полуавтомат, вместо руля штурвал. И, конечно, как во всех современных машинах, есть бортовой компьютер. Этот бортовой компьютер может в случае необходимости закушить двигатель. А сейчас же здесь вся необходимая информация о движении. Рядом сумандир, он же стрелок. Там наверху два пулемета. Один из них уворачивается на 360 градусов. Год назад на параде на Красной площади стоял презентация ракушки. А уже сейчас первые единицы этой машины поступили на боевое дежурство. И мы, кстати, уже выехали на Тверскую и можем увидеть центр с наличной высоты брони. Итак, Москва. Дороги перекрыты. И по этой дороге, по Тверской, по главной улице едет колонна военной техники. Повод праздничный. От этого настроения, конечно, только улучшается. Ощущение в эти мгновения непередаваемые. Мурашки по коже, если честно. Потому что здесь сейчас чувствуется мощь российской армии. И я хочу, чтобы вы, наши зрители, также увидели то, что видят сейчас военные. Прошу оператора повернуть камеру вперед. И вот именно так выглядит Москва с высоты брони. Добавлю, что в лицо дует свежий ветер. Очень шум на уши закладывает. Но от этого настроения хуже они становятся. Мы выезжаем на Пушкинскую площадь. Посмотрите, сколько людей. Все они пришли сюда. Мы можем им помахать, поприветствовать их. В отличие от военных, и с другой стороны тоже стоят люди. Я прошу операторов показать. У всех настроение хорошее. Все радуются. И мы уже подъезжаем к конечной точке нашего маршрута. Очень скоро техника остановится. И мы будем ждать начала репетиции. Тимур Сиродиев, Первый канал.